Проект «Рисую, храню, люблю» официально завершен. Финальная точка конкурса детских рисунков на тему родного края была поставлена в минувшие выходные. Для всех, кто принял участие в конкурсе и обеспечивал его работу, был организован большой праздник с песнями, танцами и угощениями. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, мы на здоровье! Началось все с того, что для сборника стихов Ивановской поэтессы Марины Халеевой нужны были иллюстрации. Идея в качестве художников-иллюстраторов привлечь тех, для кого книга предназначена, то есть детей, пришла случайно, но переросла в масштабный творческий проект. В 2013 году, когда мы задумывали это большое мероприятие, мы предполагали, что оно в 2014 году закончится. Но такие большие отклики провели большой областной конкурс, затем стали заниматься книгой. И практически проект получился двухлетний, с огромным бюджетом, потому что нужно было обеспечивать и работу областного конкурса, и издание книги. Вот она, заветная книга «Годовое кольцо». Если быть точнее, это четыре книги по одной на каждое время года. Каждая страничка сборника стихов, загадок и пословиц – это произведение искусства, созданное не именитыми художниками, а обычными детьми, для которых рисование – самое любимое занятие. К созданию книги юные художники под руководством своих педагогов подошли по-взрослому ответственно. Мы с ребятами долго над ней трудились, делали сначала эскизы, продумывали композиции, потом делали какие-то наброски, а затем уже готовили настоящую работу. Работа выполнилась в разной технике – и в графике, и в живописи, и в технике гротаж. Настя – одна из тех, кто приложил руку к созданию четырехтомника. Ее работы теперь украшают обложки книг. Четыре совершенно разные иллюстрации на тему времен года. Символизируют годовой цикл. И в центре, как вершина композиции, архитектурное воплощение родного края. В центре композиции у меня церковь из Палиха. Времена года я выбрала все. И весна, и зима, и это осень. Здесь находится у меня зима. Здесь они лепят снеговика. Здесь у меня находится весна. Прилетают скворцы, снег тает, даже подснежники распустились. Я довольна своими работами, с таким успехом. Для меня это неожиданно. Плод своих трудов каждый участник конкурса теперь может подержать в руках. И показать друзьям и родным. Этой книгой ребята смогли вписать свои имена в историю родного края. Края, красоты которого они так бережно перенесли на бумагу. Края, который они продолжат рисовать, хранить, любить. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.